Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш курс лекций об этнографии казахской степи колониального периода. Сегодня мы обсудим жизнетворчество известного этнографа Чуканова Валиханова. И в частности мы обсудим дневник поездки на Иссыкуль, написанный им в 1856 году и опубликованный впервые почти через полвека в 1904. Прежде чем начать говорить о Чукане Валиханове, хорошо было бы понять контекст того периода, в котором он жил. И мне кажется, этот контекст середины 19 века и в целом 19 века лучше всего иллюстрирует вот эта вот карта. Это карта, показывающая границы Российской империи с казахской степью и Центральной Азией в начале 19 века и потом в начале 20 века. И как мы видим, в начале 19 века фронтир со степью или границы со степью проходят по линиям укрепления Уральско-Уйской линии укрепления. Здесь показан Уральск, но там Оренбург, дальше Троицк, дальше он идет по Тобольско-Иртышской линии укреплений. А в конце, в начале 20 века граница Российской империи уже проходит там, где сегодня граница независимых Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. И если Левшин в начале 19 века писал, что нельзя европейцу выезжать в казахскую степь, так как киргизской айсаки его ограбят и почти неминуемо продадут в рабство в Хиву или в Бухару. В начале 20 века ситуация кардинально изменилась, Хива, Бухара и Кокан повержены, даже если и сохраняют номинально независимость. А для казахов фронтир закрылся и они полностью находятся во власти Российской империи. То есть в 19 веке, или точнее сказать в середине 19 века происходит самое значительное продвижение Российской империи на юг. Покорение и освоение казахской степи, среднеазиатских ханств, и Валиханов, и как русский офицер, и как этнограф находятся в самом эпицентре этих событий. Все самые главные работы Валиханова, его этнографические исследования, записки о киргизах, записки о киргизской айсаках Большой Орды, запись Манаса и другие, сделанные во время военных походов. Его дневник поездки на Иссыкуль – это тоже дневник военного похода с военным отрядом. Этот отряд состоит из регулярной армии казаков, там есть казахи-проводники, погонщики верблюдов, также на повозках они везут с собой артиллерию. Все эти подробности мы узнаем из самого дневника или очерка Валиханова о поездке. Вот на этой карте Семереченской области начала 20 века нам легче всего проследить путь Валиханова. Они выходят из Семипалатинска и идут на юг в сторону Айагозя. Здесь Айагозь указан, это карта начала 20 века, и там Айагозь указан как Сергиополь. Но Валиханов еще называет эту станицу Айагозь. Они проходят Айагозь, дальше они идут через реку Лепсы, потом через реку Ильи, проходят Алтын-Имель, обходят с востока Верный, сегодня Алматы, и через перевал Сантаж доходят до Иссыкуля. Читая Валиханова, у нас никогда не возникает вопросов по методологии. А откуда он это знает? А где он это видел? А кто ему это сказал? Все описания Валиханова очень конкретны, и все они хорошо задокументированы. И в то же время, несмотря на их документальность, записи Валиханова – это совершенно не сухие и не отстраненные описания или классификация, как у некоторых этнографов, которые пишут там «Киргизская сакия, это азиатский народ, тюрко-монгольского происхождения». Нет, он никогда так не пишет. Во всех его произведениях чувствуется его присутствие, его включенность, его вовлеченность и такой эмоциональный подъем у него всегда во время путешествия. Ура, мы едем на Иссыкуль! Ура, мы едем в Кульджу! Ура, мы едем в Кашкар! Он предвосхищает, что ему предстоит увидеть в пути, смакует все подробности и все впечатления. В его произведениях мы чувствуем и юношеский пыл, и неподдельный интеллектуальный интерес, и искреннее желание узнать, понять и запечатлеть. Вот, например, как он предвосхищает посещение Мазара Козы-Гурпеши-Баян-Сулу недалеко от станицы Айагось. Сейчас это станция Айагось на Турксибе. Он хочет попасть туда ночью на рассвете, попить там чай и испытать наслаждение и от места, и от вида Мазара. Я цитирую Валиханова о том, что он пишет. В десяти верстах, не доехав до четвертого номера, стоит знаменитая в киргизских поэмах могила Козы-Гурпеша. Мы хорошо изучили поэму, и поэтому хотели непременно осмотреть их могилу. По времени нашего выезда из пикета номер два мы должны были проехать через Козылкийский пикет ночью, но нам хотелось встать там в утро и на могиле напиться чаю. Приятно в дороге попить чай, особенно на развалинах, на древних могилах. Думать о прошедшем и заботиться о настоящем. С этой целью ямщику приказано было ехать так, чтобы только утром при восходе солнца, когда жаворонок поет первую свою песень, когда ночные тучи уходят на север, а с востока встает утреннее багровое солнце, чтобы в этот поэтический час мы были у могилы. К сожалению, его планом попасть на Мазар Козы-Гурпеша-Баян-Сулу на рассвете не дано было сбыться, потому что пошел дождь, и время в дороге замедлилось. Но тем не менее ему удается запечатлеть балбалы, известные балбалы, которые стояли тогда рядом с могилой Козы-Гурпеша-Баян-Сулу. Вот эти балбалы, которые он нарисовал. Поскольку в достоверности и в качестве этнографических знаний, которые производит и представляет на суть читателя Валиханов, огромную роль играет его собственная субъектность, я думаю, мы тоже не можем обойти этот вопрос субъектности Валиханова. Как Валиханов представляется местным жителем, с которыми он встречается, кем он сам себя считает в его дневниках, и, ну если мы можем как-то это обсудить, кем он является на самом деле. В собственной идентичности Валиханова самое важное значение занимают три составляющие. Первая – это идентичность Чингизида, казахского султана и правнука Аблайхана. Вторая – это идентичность офицера, выпускника кадетского корпуса. И третья – это собственная идентичность ученого, географа, этнографа, востоковеда и человека пишущего. С точки зрения его взаимодействия с местным казахским, киргизским и в целом центрально-азиатским населением, нам важно понять его субъектность как Чингизида и как казахского султана, потому что именно так он себя всегда и представляет. Здравствуйте, я казахский султан. Причем в случае Валиханова его родовая и сословная принадлежность абсолютно доминируют над этнической казахской. Чтобы понять, почему для Валиханова его родовая идентичность так важна, нам нужно разобраться, что значило бы быть Чингизидом в начале и в середине XIX века. Чингизиды в начале XIX века – это как у нас сегодня на государственной службе есть такой корпус А, из которого берут назначенцев на самые высокие должности министров, вице-министров, председателей комитетов и так далее. В начале XIX века Чингизиды для Российской империи – это такой корпус А, откуда берут чиновников для управления казахской степью. Но если в корпуса чиновников набирают или должны набирать согласно меритократии, то в колониальную администрацию, ну, по крайней мере, в начале XIX, середине XIX века берут пока по праву крови. Если мы посмотрим, кого назначали агасултанами новых только что созданных округов в 20-30-х годах XIX века, включая Акмолинский округ, Акчитавский округ, Каркаролинский округ, то 90% этих назначенцев – это чингизиды. Ну, там есть небольшие исключения из правил, которые такие, как Муса Шурманов в Паянаульском округе, но эти исключения только подтверждают правила. То есть чингизиды или чингизидство в начале XIX века – это институция, которая еще имеет репутацию и имеет вес как среди самих казахов, так и среди их соседей, так и среди колониальной администрации. Это репутация, основанная на преемственности или воображаемой генеалогической преемственности с Золотой Ордой и с империей Чингисхана. Это, конечно, уже осколки былого величия и былой славы, но все равно это важный и символический, культурный, социальный капитал, который можно использовать. И Валиханов его использует. Допустим, когда он находится у киргизов и сообщает им о том, что он казахский султан, отношение к нему кардинально меняется. К ним по-другому здороваются Алла-Яр, его по-другому принимают. Вот как он сам это описывает. Я цитирую его дневник поездки на Иссык-Куль. В ауле уже знали, что я киргизский султан. Дочь одной почтенной старушки была в замужестве за киргизским султаном наймановских родов. Так как здесь считаю всех султанов почти за одно лицо, то и весь аул ожидал нас с нетерпением, чтобы узнать о судьбе своей родственницы. Я счел за нужное объявить себя не только знакомым этого султана, даже его родственникам. И на вопросы их отвечал положительными фактами, выставляя их родную, как любимую султаном Ханшу. Говоря эту невинную и утешительную ложь, я имел в виду благое намерение сблизиться с народом и приобрести их родственную любовь. Ответы мои на некоторые чрезвычайно трудные вопросы, как то, как зовут султаншу, сколько у нее детей, были так согласны с имеющимися у них сведениями, что я сам удивился своим надувательским способностям. Конечно, Валиханов здесь ведет себя неэтично, говоря, что он знает этого найманского султана, хотя на самом деле он его не знает, потому что чингизидов среди казахов много, очень много. И в этом плане чингизиды, они отличаются от европейских, королевских или царских домов, даже дома Романова, например, потому что их много. Среди чингизидов развито многоженство, проблем с воспроизводством рода у них нет. Например, у прадеда Валиханова Аблайхана было 30 сыновей, которых он нажил за долгую жизнь. У его потомков уже поменьше. Но все равно в чингизидах, потенциальных кандидатах на разные должности недостатка нет. Наоборот, между чингизидами, кузенами и братьями часто возникает соперничество и размолвки за ограниченные ресурсы. Конечно, не все чингизиды были таким компрадорским сословием, согласным сотрудничать с колониальной администрацией. Были и такие, как кенесары Касымов, его братья и дети, большинство из которых погибло во время восстания кенесары. Были и такие, как родной дядя Валиханова Вабайдолла Валиханов, который отказался быть ага-султаном, как читавского округа, потому что считал, что должен быть ханом. Он откачевал на Алтае подданство китайского императора. Но вернемся к нашему главному герою, Чуканову Валиханову, который на момент написания дневника поездки на Иссык-Куль, в принципе, очень хорошо интегрирован в колониальную систему. И как бы его идентичность, вторая, скажем так, самая важная идентичность, это идентичность русского офицера, выпускника кадетского корпуса. В омский кадетский корпус он попал в 12 лет. Когда он туда приехал, по воспоминаниям его одноклассника и также известного этнографа Григория Потанина, он не знал русский язык, совсем не знал. Но поскольку в преподавательском составе омского кадетского корпуса на тот момент было много востоковедов-любителей, которые, некоторые из них знали, татарский, они брали его к себе домой на субботу-воскресенье, когда местные дети шли к себе домой, то его брали учителя кадетского корпуса. Он с ними очень много общался, и он как бы очень успешно влился в эту среду, как бы интеллигентскую востоковедческую среду. И можно сказать, что даже был любимчиком многих. И то есть из кадетского корпуса он выходит полноценным, как бы воспитанником, офицером, вобравшим в себя как бы все лучшие качества этого уже сословия. И вот в 21 год он едет в поездку на Иссык-Куль. И здесь, в этой поездке, он впервые сталкивается с колониальной ситуацией, скажем так, которая с обратной стороной колониальной ситуации, которая не такая благоприятная для местных. Еще в начале пути, когда они проезжают Большую Орду, это Большую Казахскую Орду, он имеет в виду, он замечает, направо и налево от дороги виднелись могилы. Попадались по дороге табуны лошадей, баранов, и вдали белели киргизские юрты. Увидевшие нас киргизы спешили скорее убраться, и когда мы остановили пастуха, чтобы узнать, где кочует султан, то бабы в ауле подняли шум. Аул зашумел. Из одной юрты в другую шныряли бабы, звали кого-то по имени, должно быть, Бия. Моего барана они взяли, говорила одна крикливая моржа, должно быть, попредчувствую. Не моя ведь очередь, визжала она. Мы поехали дальше, и аул начал успокаиваться. Только далекая шавка неупомянутой бабы доходила до нас. Нет сомнения, она благодарила Аллаха, что он спас своим всемогуществом ее барана от русских. И вот они дальше едут уже в Дикокаменную Орду, и среди киргизов опять повторяется та же самая ситуация, когда аулы как бы пытаются убраться с их дороги. Поехали дальше. По дороге попадались беспрестанно аулы, но живого существа нельзя было видеть. Все бросались в юрты с криком «Урос, урос!» «Чтобы отстранить подозрения и завлечь любопытство прекрасного пола, я предложил нашим киргизам затянуть киргизскую песню и сам оделся киргизским салом. Уловка эта действительно увенчалась полным успехом. Все бабы посыпались из юрт, даже одна из них затеяла похоронный плач, адресуя нам как правоверным». То есть, когда они переоделись, их узнают как своих, ну, или почти своих. Продолжение от цитаты. «Узнавши, что я сам киргизский султан и потомок ханов, они сделались доверчивее, а пожилые аячи с участием смотрели на мое худое тело и безрумяное лицо и выводили резонные заключения, что я, бедняжка, наверное, скучаю по матушке. И очень сожалели, что такого мальчика, как я, в такой дальней стороне, кто может приголубить, кто может очищать его белье от чужеядных насекомых. Последние наивные их слова меня рассмешили. «Что за добрые и простые люди», – подумал я. Одна старушка пронесла мне в чашки кумысу. Во взоре и словах ее было так много истинной доброты и участия, «Что я разом осушил чашу, чтобы только сделать ее довольной». И вот это переодевание Валиханова из одежды русского офицера в одежду казахского салфире. С одной стороны, это может показаться просто уловкой такой, которую он использует, но с другой стороны, она как бы имеет последствия, потому что она приводит к более тесному сотрудничеству с местными, к лучшему узнаванию их, к взаимопониманию. И все-таки это переодевание и общение в таком формате, оно, я бы сказала, оставляет след в душе Валиханова. Валиханова всего 21 год, но мы можем сказать, что он выехал в апреле, он одним человеком из Семипалатинска и за три месяца в июне приехал другим человеком. В конце дневника он уже понимает, почему киргизы, казахи убегают от военного отряда и видит ситуацию с их точки зрения, с точки зрения местных киргиз и казахов. Здесь же у него появляется возможность в этой поездке использовать свои языковые, этнографические способности, когда он записывает поэму «Манас». Я цитирую. 26 мая был у меня певец, дикокаменный киргиз Ерча. Он знает поэму «Манас». Язык поэмы гораздо понятливее разговорного. «Манас» – герой поэмы «Нагаец». Он бесстрашный охотник до сбора жен. Вся его жизнь состоит в драках и искательстве красавиц. Только нрав его совсем не восточный. Он часто ругает своего отца, угоняет у него скот, обращается с ним очень и очень неделикатно. Это странно. Вообще, все кочевые народы уважают старость. И аксакалы пользуются у них большим почетом. В этой поэме сталкиваются ночуют Ашкенте, Иле и озере Иссыкуле три народа – нагайцы, кайсаки, казахи и киргизы. Кажется, сближения их не могло быть, да и приход их на озеро, как говорили они сами, не дали, а как семь след. Дикокаменным ордынцам небезызвестны нагайские предания. Они знают виды гея, и рассказ их похож на киргизский. Он имеет в виду казахский. Странно. Нагайцы замешаны во все предания всех кочевников среднеазиатских. И здесь интересно, что когда ему он записывает поэмы или какие-то фразы, или что ему говорят, он всегда использует арабский скрип. И вот это вот издание, академическое издание Академии наук, работ Валиханова, первый том, они как бы записывали, записали арабскими, ну, печатными, но как сохранили, где он писал кириллицей, а где он писал арабицей. И вот, допустим, он здесь пишет И говорит, что вот это вот как бы нагайский мотив, который он слышал в описаниях других кочевников. То есть вот из этих, из того, как он записывает, из того, как он говорит, из того, какие мотивы отмечает, мы видим, что Валиханов это человек очень хорошо образованный по мусульманским, среднеазиатским понятиям. То есть он знает языки, он хорошо пишет, он слышит, он слышит как бы разные диалекты, разные мотивы. И то есть Валиханов это этнограф, который оптимально владеет способностями для восприятия и культуры, и литературы, и традиций местных народов. Ну, в данном случае киргизов, но также и казахов большой орды он записывает некоторых в этом путешествии. Ну, на этом, я думаю, мы закончим наш анализ дневника поездки на Иссык-Куль, а на следующей неделе мы уже обсудим его путешествие в Кашкар, его самую известную работу путешествия в Кашкар, Алтан-Шахар, в страну шести городов. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok